Возвращаемся обратно к нашей с вами непосредственной работе. Мы с вами отметили три основных фактора, или роль трех основных факторов в герменевтике, в толковании Священного Писания. Мы говорили о контексте, помните, в связи особенно с прозой Ветхого Завета, мы говорили о вопросах, где кто написал, кто говорит, кому говорит, когда говорит, где, при каких обстоятельствах, что было до, что будет после, какие были традиции, какие были обычаи, привычки, как это поставить в контекст, и меня очень радует его, друзья мои, вы вообще большие молодцы, потому что весь анализ Писания, который был сегодня, все вы, занимаясь анализом библейских текстов, текстов ставили его в контекст и делали очень правильно, поступали правильно. Дальше мы говорили о богословской основе нашего толкования, мы говорили о том, что так или иначе богословие оказывает влияние на то, как мы с вами истолковываем священное Писание. К сожалению, чистое толкование встречается очень редко. То, как мы научены, вот в этом мы обычно стоим, и, наверное, это нормально, но просто нужно уметь определять, где это богословское влияние. Мы говорили о лексике, я предупредил вас об основных ошибках, которые возникают, и сказал вам о том, что вообще-то, говоря, для серьезной использования лексических ресурсов в толковании Библии, нам надо знать греческо-еврейские языки или, по крайней мере, пользоваться русскоязычными ресурсами на эти языки ориентированными. Вот. Далее мы с вами говорили о практических вопросах и решали с вами практические задачи, когда вот вам нужно подойти к священному описанию, подойти к конкретному вопросу, к конкретной задачи практической и найти библейское решение. Теперь мы продолжаем наш разговор и мы поговорим о образном языке. Мы учитываем богословие, мы учитываем контекст, мы учитываем лексические особенности в толковании. Далее мы учитываем в толковании образность, образность языка. И образность языка особенно важно учитывать, когда мы говорим о поэзии. В прошлом курсе по методам изучения Библии мы говорили о параллелизме и функциональном устройстве древнееврейской поэзии. К этому курсу я вас отсылаю для более подробной информации. Сегодня мы будем говорить о том, о чем не успели коснуться раньше. Вот когда по-русски мы, например, говорим, читаем Пушкина «Уж небо осенью дышало, уж реже солнышко блистало». Мы понимаем, что небо дышать не может. А мы понимаем, что это образный язык, что небо воспринимается, представляется как одушетворенное, как живое существо. Оно дышало осенью, значит, оно этой осенью наполнялось. Мы понимаем, что солнышко, строго говоря, не блистает, то есть оно не отражает ничего. Это его собственный свет, если что, блистает, так это луна, отражающая солнечный свет. Но священное писание также наполнено такими приемами, художественными приемами, которые нам важно с вами понимать. Так мы устроены, так Господь нас сделал, что для нас очень важна визуальная сторона этой жизни. И даже в словах мы не хотим просто передавать информацию. Возьмите самые простые фразы, самые простые жизненные обстоятельства. Если мы просто передаем информацию, то наш язык не полон, наша речь бедна, мы пытаемся обогатить свою речь. Вот последняя фраза. Мы пытаемся обогатить свою речь. Давайте задумаемся, что здесь происходит. Обогатить это значит наделить богатством. Каким богатством? Деньгами или еще чем-то. Я не пытаюсь ничем, никаким богатством наделить свою речь. Я пытаюсь говорить так, чтобы было легко слушать. Если я буду изъясняться только научным языком, например, мы пытаемся построить устную речь наиболее экспрессивно. Слушать будет тяжело, будет непонятно, о чем я. Значит, каждый из нас говорит даже в устной речи, пользуясь определенными образами. Уж тем более мы находим образы в письменной речи и в священном писании. Мы с вами говорили о том, что главный способ толкования Библии – это буквальное, прямое понимание. Бог написал именно это. Если это Бог сказал, если так Бог сказал в Библии, то пока нет оснований толковать косвенно, мы толкуем напрямую. Но вот образный язык – это, пожалуй, самое главное основание для косвенного толкования. Прямая интерпретация образов может для нас принести определенные проблемы. Давайте откроем шестой псалом. Шестой псалом – это псалом, вообще-то говоря, скорбный. «Господи, не в ярости своей обличай меня, и не во гневе Твоем наказывай меня. Помилуй меня, Господи, ибо я немощен. Исцели меня, Господи, ибо кости мои потрясены». Что означает выражение «кости мои потрясены»? Означает ли это, что у Давида множественные переломы конечностей? Потрясены. Означает ли это, что у него кости трясутся? Отчетливо. Отчетливо трясутся, да. Вот они потрясены, и у него не переломы, может быть, ушибы, вывихи. Потрясены кости. Очевидно, что нет. Но тогда возникает вопрос, а что же это означает? И самое общее представление мы можем иметь из контекста. Потому что в этом стихе мы читаем «я немощен». Значит, общее ощущение немощней. Да. «Кости потрясены». Кость как символ твердости. Скелет, то, на чем все стоит. И вот это основание, которое должно все это поддерживать, да, всю нашу структуру. Вот оно, это основание потрясено. Сегодня в современном языке мы не говорим «кости мои потрясены». Но у нас есть другие выражения, образные выражения, описывающие наше душевное состояние. Например, что мы говорим, когда мы очень испугались? Что у нас происходит? Руки задрожали. А душа что делает? В пятки. Она в пятки уходит. А что мы говорим, если обещаем кого-то очень серьезно наказать или побить по поводу шеи этого человека? Шею намылю. Совершенно верно. Я тебе шею намылю. Это совершенно не обязательно, что я с тобой в баню пойду. Но в русском языке мы, по крайней мере, понимаем, о чем идет речь. В еврейском языке далеко не всегда эти выражения, образные выражения настолько понятны. Или даже если нам кажется, что они понятны, есть смысл остановиться и убедиться, если мы их понимаем или нет. Ты же, Господи, доколе? Обратись, Господи, избавь душу мою. Спаси меня ради милости Твоей. Ибо в смерти нет памятования о Тебе. Во гробе кто будет славить Тебя? Почему псалмопевец задает эти вопросы по поводу в смерти нет памятования, во гробе кто будет славить? Как они связаны с предыдущим содержанием псалма? Понятно, что в смерти о Боге не помнят. Хотя, с другой стороны, мы понимаем, что после смерти мы будем с Богом. И во гробе кто будет славить Тебя? Что он имеет в виду? Что он тем самым говорит? Во гробе кто будет славить? Да. Почему эти слова здесь появляются? Ну, если я умру, то я уже ничего не могу сделать. Не прославить Тебя, не сделать что-то. Если я умру, то я уже не смогу Тебя прославить. Значит, когда он говорит во гробе кто будет славить Тебя? А имеется в виду, я не смогу славить Тебя во гробе. Прославить Тебя во гробе невозможно. Я хочу дальше славить Тебя. Я понимаю, что важно славить Тебя. И мне хочется Тебя славить. Ты хочешь моего прославления. Вот если ты меня не спасешь, то тогда я Тебя славить во гробе уже не смогу. Идем дальше. Утомлен я воздыханиями моими. Каждую ночь омываю ложе мое, слезами моими омочаю постель мою. Что это за состояние Давида? Каждую ночь омываю ложе, слезами омочаю. В некоторых переводах буквально пропитываю постель мою. Действительно ли он плачет вот каждую ночь? И так, что постель у него мокрая от слез? Возможно и нет. Как это называется? Как называется этот прием? Преувеличение. Гипербола. Совершенно верно. Зачем человек использует такое преувеличение? Внутреннее напряжение передать. Да. Внутреннее напряжение передать. Хорошо. Дальше. Иссохло от печали око мое. Слез не осталось, плакать нечем уже. Дальше. Обершало от всех рогов моих. Вот если первая часть более-менее понятна, око иссохло, то со второй частью мы видим, что эта образность обветшала от всех врагов моих. И тут полезно посмотреть разные переводы. Мы можем сказать, что глаза у нас иссохли, плакать уже нечем. Мы обычно в русском языке, в современном языке не говорим, что от врагов у нас глаза обветшали. Образность не свойственная нашему языку, но встречающаяся в Библии. Удалитесь от меня все делающие беззаконие, ибо услышал Господь голос плача моего. Давайте, во-первых, так. Вот удалитесь от меня все делающие беззаконие. А что, Давид взял и разослал этот псалом всем делающим беззаконие, что ли? Скорее всего, нет. Как есть риторический вопрос, когда мы задаем вопрос, допустим, кто познал пути Божии, да, или кто поднялся на небо. Вот так же мы можем и позволить себе риторическое восклицание. Удалитесь все делающие злое, все делающие беззаконие. Услышал Господь голос плача моего. Вот этот голос плача, это что такое? Понятно, что у плача нет голоса. Если это голос плача перевести на русский язык, услышит Господь что? Стенание, плач. Да, а почему, Ирина уже ухватила это, смотрите, почему не просто плача, допустим, стенание? Голос плача, два слова, связанные друг с другом, вот в этой конструкции, то, что по-русски получается, винительный падеж плюс родительный. Услышал что? Голос чего? Плача. Усиление. Усилительная такая конструкция получается. Услышал Господь моление мое, Господь примет молитву мою, да будут постыжены и жестоко поражены все враги мои, да возвратятся и постыдятся мгновенно. Вот так выражается плач, так выражаются эмоции царя Давида через речевые приемы, через речевые приемы, фигуры речи, образную речь. И многие из этих речевых приемов или этих образов вы и так знаете. Например, вы четко сказали, нашли, увидели гиперболу преувеличение. Другой образ, который вы отлично знаете, мы не будем здесь тратить время, это олицетворение, когда о неживом говорится как о живом. Антропоморфизм, когда о каких-то качествах Бога говорится как о качествах человека. Опять-таки мы с вами об этом уже беседовали в других курсах. У Бога есть, например, мышца, у Бога есть рука. Бог собирает, правда, это не совсем антропоморфизм, а сравнение, что как птица Бог собирает птенцов своих под крыло свое. Понятно, что никакого крыла у Бога нет, но вот его забота о людях, а забота о нас с вами подобно заботе птицы матери о слептенцах. Мы говорили с вами об эфемизме, когда неприличное или не совсем уместное мы заменяем чем-то более приличным или чем-то более уместным. Примеры такого выражения есть в Библии. Кроме того, существует целый ряд метафор, метафорических выражений. Смысл метафора заключается в том, что одно из выражений позволяет лучше понять другое, оно освещает другое. Происходит перенос значения с одного слова на другое. Например, весь город вышел его встречать. Понятно, что вышел встречать не город, не здания начали двигаться вперед, а вышли встречать его люди, которые живут в этом городе. Небеса проповедуют славу Божию в 18-м псалме мы читаем. Понятно, что небеса сами пробовать не говорят, но своим величием они проповедуют своим величием. В данном случае небеса проповедуют это и олицетворение, а небеса воспринимаются как живой предмет. И определенная метафоричность. Метафоричность тоже. Тверь также вещает о делах Божьих рук. Вот с псалмами и вообще говоря, с древнееврейской поэзией, иногда у комментаторов, к счастью, этой проблемы у российских или русскоязычных комментаторов, эта проблема бывает очень редко. Но вообще в комментариях иногда можно увидеть такое заблуждение, когда человек начинает явно образное выражение истолковывать напрямую. И вы понимаете, что нет, на самом деле это образ. Но не все так просто. Но не все так просто. Иногда непонятно, действительно ли это образное выражение или прямое. Прямое, скажем, образное значение или прямое. Откройте, пожалуйста, девятую главу. Это уже даже не поэзия. Откройте, пожалуйста, девятую главу. Если я не ошибаюсь. Евангелие от Матфея. Евангелие от Матфея. 23. По поводу чего он приходит в дом начальника синагоги? По поводу чего он приходит в дом? Воскрешение от дочери. А теперь я вам дам толкование. А вы мне скажите, оно юридическое или нет. И попытайтесь известными вам экзогетическими и германифтическими методами найти ответ на вопрос. 24 стих. Иисус сказал им следующие слова. Выйдите вон, «Ибо не умерла девица, но спит». И смеялись над ним. Когда же народ был выслан, он, войдя, взял ее за руку, и девица встала. А традиционное толкование, к которому мы все привыкли, заключается в том, что она мертва, и он ее воскрешает. Другое толкование, которое сегодня приходится слышать, заключается в том, что Иисус в первой части этого выражения сказал правду. Она действительно не умерла. Она либо находилась в коме, либо уснула литургическим сном. То есть она действительно была при смерти или это был очень глубокий сон. И он ее разбудил. В первом и традиционном толковании слово «спит» в каком-то плане эфемизм. Потому что вместо того, чтобы сказать о смерти, Иисус говорит о сне. Во втором толковании слово «спит» — это прямое, непосредственное чтение данного выражения. А я вас тут призывал и говорю, помните, говорил о том, что главное значение — это прямое, непосредственное, буквальное. Мы толкуем буквально, если нет оснований толковать иначе. И мы с вами вспоминали, как Лютер возмущался по поводу этой самой квадриги, о четырех смыслах священного писания, говоря о том, что за квадригой люди забывают о главенстве буквального смысла. Так вот, буквально это смысл получается такой, что она не была мертва, она лишь спала. Вот прокомментируйте, пожалуйста, и для того, чтобы решить эту задачку, вспомните другие места в священном писании. Тут, конечно, очень помог бы либо компьютер с симфонией, либо симфония в печатном виде. Но за неимением герба вы пишем на простой, что называется. Я думаю, вы сами можете вспомнить. Так. Пришла Мария, Марфа, да? По поводу своего брата Лазаря. Так, и что? Он тоже сказал им, что он спит. Да, но Лазарь уснул. Но там, друзья мои, немножко по-другому. Давайте откроем, хорошо, что вы вспомнили. Давайте откроем Иоанна 11 главу. Там, кажется, Иисус не лукавит. Потому что сначала говорит он, что Лазарь уснул, а потом, несколькими стихами ниже. Найдите, кто первый найдет. Потому что, я думаю, кто-нибудь из вас раньше меня найдет. А он говорит им напрямую. Лазарь умер. Вот. Если уснул, то выздоровеет. 13 стих. Иисус говорил о смерти его, а они думали, что он говорит о сне обыкновенном. И 14. Тогда Иисус сказал им прямо. Лазарь умер. Вот здесь Иисус сначала говорит уснул, а потом умер. Значит, здесь в этом все в порядке. Как говорит апостол Павел в 11 главе первого послания Коринфянам, а тех, кто недостойно приступали к причастию? Кто идет, прочитает? Известнейший текст. Читаем каждый месяц, по крайней мере. А некоторые что? В нашем переводе умирают, да? Не уснули, а именно умирают. Уже несколько переводов бывает уснули. А в общем, все в новом переводе будут читать? Нет, в новом точно будет умирают. А так многие из вас немощные, больные. Немало умирает. И все-таки умирает. Беру это обратно. Вот. Помню, есть ли еще какие-то места, где говорится о умерших, как об усопших. Или об умирании, как о засыпании. Скажите, а что... Нашел Петр. Восстань спящий, воскресни измертых. И осветите тех, как и везут в рот. Восстань спящий. Значит, сон и смерть, они оказываются вместе. Скажите, пожалуйста, а что зависит в нашем толковании от определения прямого или образного вот в этом месте из Евангелия от Матфея, 9 глава? Если... Давайте просмотрим эти два варианта. Если девушка действительно не умерла, а только находилась в литургическом сне, если она действительно крепко уснула, или если она находилась в коме, что тогда происходит? Что тогда с чудом получается? Тогда это... Не воскресенье. Уже не воскресенье. Вообще говоря, это все равно чудо. Давайте не будем говорить, что это не чудо, потому что вывести человека из комы одним словом, да, это уже чудо в любом случае. Но это уже не воскресенье. Есть какие-то аргументы для того, чтобы все-таки показать, что он воскресил ее? Есть какие-то аргументы, чтобы показать, что это было воскресенье? Ну, хотя бы послужили... Пиленщики были. Что? То есть уже похороны были. Конкретные похороны. Если бы ее похоронили, она бы не воскресла. Слушайте, так а может, они просто все скопом ошиблись? Ну, и похоронили бы. А, так, да? Там хоронят же в этот же день до захода солнца. И все. И даже если бы она и воскресла там в могиле, толку бы не было. В принципе, Христос ее воскресил в жизни, действительно. То есть, подождите, ну тогда получается что? Что он им неправду сказал? Она не умерла, она уснула? И считывайте, что пожертвует кто-то другой. Так думают многие. И хорошие проекты перестают существовать. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте www.tvseminari.com То, что она будет жить, мне кажется, она, он же имел в виду. А тут тоже момент такой, да, наше человеческое представление о смерти, особенно, когда мы не знаем Бога, когда это представление еще не изменено Божьим словом, человеческое представление такое, что вот это окончательно, это все. Сверельщики. Сверельщики. Они же готовились уже погребеть. Естественно, ну вот об этом и говорили. Это уже понятно. Об этом и говорили. Совершенно верно. Вот, ну вот это одно из тех мест, где прямое или косвенное толкование может иметь значение. И готовьтесь, пожалуйста, к тому, что кто-то скажет, да, действительно, она не была мертва, но тогда получается, что ошиблись все иудеи, ошиблись все эти самые, все и ее родители, и те, кто там проводили этот ритуал, они ошиблись. Но у этого толкования есть еще одно последствие. Тогда можно сказать, что и Иисус на самом деле не умер. Понимаете, да? То есть его тоже поторопились похоронить, хотя вот эту точку зрения будет еще сложнее защищать после всех этих издевательств, которые над ним были. После того способа казни, который он прошел, ну сложно говорить, что он не умер, но только пришел, потерял сознание. Давайте. — Испустил дух, а это достаточно уже констатировать физическую смерть. — Да, да. — Когда он покидает тело, все уже. — Там еще было свидетельство, что он умер, а его проткнули копьем, и было свидетельство, что он уже умер. — Вот. Именно поэтому это было так важно, да? Там нужно было четко убедиться в том, что была смерть, вот, и это было интересно, убедиться в этом было важно не только нам, современным христианам, но и палачам того времени. — Ну да. — Вот. Но все равно сегодня находятся люди, которые скажут, ну нет. — Они всегда находились. — Да, они всегда находились. Так что это само по себе неудивительно. Вот. То есть, когда вы работаете с подобным текстом, когда вы работаете с образностью, да, в классических курсах, и вы прочитаете книжки на эту тему, легко найдете литературу на эту тему, будут целые разделы, где вы будете, например, определять, вот это метафора, это метанемия, это синегдоха, это еще какой-то речевой прием. Мы с вами сегодня здесь это не делаем, просто потому, что большинство из вас все эти названия забудет через неделю после курса. Это в лучшем случае. Вот. Но, когда вы видите что-то такое, что не укладывается в прямое толкование, и особенно это, если это поэзия, посмотрите, нет ли здесь речевого приема, не происходит ли здесь какие-то, то есть, не накладывает ли здесь влияние особенности речи того времени. Иногда нас, христиан, критикуют, причем вульгарно критикуют, да, за то, что на самом деле всего-навсего речи, фигуры речи. Например, в родословной Иисуса Христа мы читаем, Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова, Иаков родил Иуду и братьев его. Неужели люди в то время не понимали, что мужчины не могут рожать, говорят нам, как так Авраам взял и родил. Ну вот, естественно, понимали, но в то время об отношении отца с сыном нельзя требовать от Священного Писания научного стиля. Нельзя требовать, чтобы Священное Писание излагало нам все так, как делается это в научных монографиях. И в связи с этим мы можем, на самом деле, подтверждение этого мы можем найти практически в любом поэтическом тексте. Подтверждение этого мы находим, в частности, в псалмах. Давайте для того, чтобы все это завершить, для того, чтобы завершить разговор об образности, посмотрим еще один псалом. И, поскольку у нас был псалом, связанный с плачем, давайте что-нибудь порадостнее, например, 148. Откройте, пожалуйста, 148-й псалом. И давайте найдем речевые образы, образную речь, которая встречается в 148-м псалме. Ее здесь, в общем-то, не так много, но она есть и достаточно интересная. 148-й псалом. Хвалите Господа с небес, хвалите Его в вышних. Скажите, пожалуйста, к кому обращен первый стих? Докажите по контексту. Наверное, к ангелам. Докажите по контексту. А у меня новый перевод тут прямо написан. Ну и без контекста. Так и в старом переводе. во втором стихе хвалите Его все ангелы Его, хвалите Его все воинские Господа. То есть, он обращается к ангелам. Скажите, а почему трудно принять тот факт, что он обращается к ангелам? Ну что, псалмопевец берет и ангелов призывает хвалить Бога? То есть, псалмопевец для ангелов музыку сочиняет и хвали их призывает? Вот поэтому сложно бывает. Как из этого пытаются выкрутиться? Пытаются выкрутиться тем, что ангелы это вестники. То есть, все вестники Божии, все любящие Божии хвалите. То есть, тогда он все-таки обращается к людям. Тогда обращение к людям. Но, с другой стороны, смотрите, с небес вышних фразы в первом стихе все-таки опять-таки приводят нас к ангелам. А другие интерпретаторы говорят о всеобщем поклонении. Вот, начиная хвалить, и, кстати говоря, это очень библейская мысль, начиная хвалить Господа, мы включаемся во вселенское поклонение. То есть, когда мы приходим в церковь, допустим, или даже не обязательно в церковь, а просто дома, мы начинаем прославлять Бога, мы присоединяемся к ангелам и присоединяемся к другим христианам. И вот в этом вселенском поклонении границы между земным и небесным стираются. Я думаю, что многим из вас знакомо, или надеюсь, что многим из вас знакомо в это ощущение, когда вы на хорошем, действительно хорошем вечере хвалы и поклонения, и вы потом чувствуете, Господи, как на небесах побывало. Вот это вот единение земного и небесного. Тогда, действительно, с небес, с высшних имеется в виду ангела. Но дальше больше. хвалите его солнце и луна, хвалите его все звезды света. Если ангелы могут говорить, если ангелы могут петь, то могут ли петь, говорить солнце и луна? Очевидно, не могут. С точки зрения лечевого приема, это что? Когда он обращается к солнцу и луне, как к живым. Как это называется? Нет, антропоморфизм это когда Богу приписывается форма человека. Олицетворение. Все творение, да, это с точки зрения правил, это олицетворение, но по большому счету здесь автор взывает ко всему творению. Да, солнце и луна не хвалят Господа, как люди, но в сознании автора они тоже хвалят Господа, они участвуют в этой всемирной похвале. Дальше. Хвалите его небеса небес. А что такое небеса небес? Это вам для размышления, чтобы найти ответ на этот вопрос. Ну да, но это же обычно бывает у прилагательных. Саствие небесное. Что такое небеса небес? И какие воды, которые превыше небес? То ли замечательный вопрос. Дохвалят имя Господа, ибо он сказал и они сделались. Он повелел и сотворились. Значит, смотрите, друзья мои, какая вещь. По большому счету автор псалма не обсуждает вопрос, какие воды выше небес. Помните, я говорил, выделяем главное. Автор не пытается ответить на вопрос, какие воды выше небес. Автор пытается призвать всех к хвале. Только ли воды, только ли небеса, только ли вселенную? Сначала вроде бы да, но дальше. Он вспоминает их, поставил их на веки и веки, дал устав, который не придет. Большой вопрос. Поставил на веки и веки. А как же насчет нового неба и новой земли? Либо это речевой образ, на веки она очень долго, либо действительно поставил вечно. То есть, это относится к новому небу и новой земле также. Хвалите Господа от земли, великие рыбы и все бездны. Про рыбу мы обычно думаем, что они молчат. Как они будут хвалить Господа? Как-то тоже будут. Бездны тем более, огонь и град и так далее. Долго идет это перечисление, а потом он приходит к людям. Цари земные, все народы, князья и все судьи земные. То есть, речь идет о универсальном, всеобщем прославлении Господу. Мы оказываемся частью этого всеобщего прославления. «Да хвалят имя Господа, ибо имя Его единого превознесено». 13 стих. «Слава Его на земле и на небесах». А вот смысл этого псалма. Не в том, чтобы рассказать о способах хвалы, которыми пользуются зверюшки. И уж тем более небо и луна. Но чтобы призвать человека участвовать во всеобщем похвалении, прославлении. Здесь славят Господа все. И вот об этом главном смысле, первоначальном смысле, нам с вами и необходимо помнить. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!